Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сейчас буквально за пару минуточек мы обсудим то, что есть сейчас на продаже в магазине. Выскажу свое субъективное мнение по этим товарам. Ну а для ребят, которые хотят написать в комментах, что я капитан очевидность и просто цитирую то, что есть в магазине, нет, не совсем так. Итак, я не просто рассказываю. Во-первых, я снимаю видео для тех ребят, которые, возможно, его посмотрят раньше, чем зайдут в магазин и, возможно, не пропустят то, что продают. Может, они это ждали. Ну а во-вторых, ребят, я выскажу свое субъективное мнение и скажу, стоит ли, по моему скромному мнению, людям, которые берегут свою золотую копилку, разбивать ее ради того или иного товара. Поскольку кровная голда дорого стоит, ребят, и я ей цену знаю. Так вот, ребят, что у нас есть сейчас на продаже в магазине? Значит, завезли нам набор из двух машин за 12500. В состав набора входят два камуфляжа, аватар, X5 15 раз на каждую из машин, два слота в ангаре, оборудование это ActionX и T95E2. Мое скромное мнение по данному предложению, я бы сказал, что это туфта, а не нормальное предложение. Потому что 12500 для двух этих машин в скопе, это дороговато. Если бы за десятку, допустим, я бы еще там клюнул и сказал, что да, окей. Обзорчики и на эту машинку, и на эту машинку на канале есть. На протяжении всего видео я буду закидывать сюда вот наверх ссылочки на видосы. Переходите, смотрите, и вы увидите, как эти машины будут играться в ваших руках, если вы играете так, как я. Мои руки, как я говорю, среднестатистические. Я не скилловый игрок, и в моих руках не все машины прям блистают. Итак, ребят, за 12500 я лично считаю очень дорого. Почему так? Потому что если, допустим, тот же самый ActionX за восьмерку, это с натяжечкой, да, вот это вот максимальная верхняя цена для него. Голый, лысый, без ничего, просто танки слот в ангаре. И 8000 это потолок для него на сегодняшний день. Вообще в идеале цена где-то 1007 золота. Это вот прям персик, ну, можно целовать его прям в выхлопную трубу за 7 косарей голды. То за 8000 это уже, знаете, так вот, скрипя зубами, но еще можно взять. Дороже, понятное дело, уже как бы абсурд. Что же касается Т95Е2, машинка мне лично абсолютно не зашла. Это мое субъективное мнение. Может кому-то нравится, пишите в комментариях. Но я считаю, что 5500 за данную машину, голую, лысую, с слотом в ангаре, ну, как бы прям совсем нет. Ей золотая цена, вот мое скромное мнение, ну, косаря 4. Это вот прям вот вообще прям, ну, не знаю, там с какими-то дополнительными плюшками. Но это мое скромное мнение. Поэтому я говорю, что в наборе, если бы десятка, то да, окей, класс, можно смело брать, не глядя, просто для того, чтобы был средний танк премиумный, возможно, он вам зайдет. Ну, а 12.5, ну, это немножко, честно говоря, перебор. Ну, а что меня действительно улыбнуло, так то, что вы можете на сегодняшний день купить себе прем 7 уровня, который умеет летать. Ребят, я не шучу, говорю абсолютно серьезно. Смотрите, за 4 косаря вы можете взять себе маленький вертолетик, который будет летать над вашим танчиком. Ну, или за 4 косаря голды вы можете взять себе прем 7 уровня, а иногда даже сдача останется. Потому что, если посмотреть на ценники в магазине, на технику, которая сейчас стоит, то за 3 500 вы можете взять себе очень, очень годный средний танк, обзор на который есть у меня на канале. Можете посмотреть. Машинка, я бы сказал, must have в руках среднестатистического игрока. Очень веселый средний танк 7 уровня. У вас еще и 500 голды сдачи останется. Поэтому, ребят, покупать или не покупать прем танк, летающий над вашим танком, за 7 косарей голды, безусловно, решать вам. Но мне почему-то кажется, что перед этим надо сначала головой где-нибудь там в сосну, в лесу, в сандалиться. И после этого вам придет мысль потратить 4000 голды кровной на приобретение данного украшения. Мне кажется, это немножко перебор. Может, за каких-нибудь 500 голды я чисто по приколу себе бы его и купил, ровно как и вот этого орла, допустим, да, на Т-34 Falcon, который сверху сидит. Но, ребят, не дороже. Явно не отдавать за него стоимость премиумного танка. Да, в конце концов, доложите себе полторушку, купите себе Falcon, а это премиумный танк. Между прочим, 8 уровня, который плюс-минус фармит, на котором можно плюс-минус нормально играть. Не имба, но, ребят, все равно окей. Можете взять себе, допустим, пилота, да, там, добавив 500 всего лишь голды. А 500 голды это всего лишь 10 дней посмотреть рекламное видео. Ну, короче говоря, ребят, я думаю, вы поняли, к чему я клоню. Вариантов масса, вплоть до победного за 3000 голды. Ну, в общем, ребят, вот так вот получается, что можно на сегодняшний день за стоимость премиумного танка покупить себе просто какой-то непонятный прикольчик, на который никто даже не будет обращать внимания. Ну, разве что, может, пальцем у виска кто-то покрутит и подумает, нифига себе, чувак богатый. Наверное, все-таки может себе позволить. Где-то приблизительно так. На данный момент у меня все. Заходите в магазин, не пропускайте товары, которые вы хотели приобрести. Возможно, кто-то хотел себе приобрести именно тот премиумный танк, который сейчас висит на продаже. А если вы за честные обзоры подписывайтесь на мой канал, я буду радовать вас новыми видео. Всех благ, всего хорошего вам, мира и спокойствия. Субтитры сделал DimaTorzok